итак instagram мне говорит что я в прямом эфире начинается самая тупая часть прямого эфира когда ты разговариваешь сам с собой потому что связь немножко идет с задержкой и какую-то часть или менее ты находишься один совершенно и разговариваешь сам собой не ждешь пока подключится к тебе народ так я вижу что уже первые посетители заглянули ко мне на мой аккаунт на мой прямой эфир и приветствую я правда без очков и пока не вижу кто зашел но думаю что это все свои потому что на мои эфиры ходит определенный круг людей такой довольно узкий круг я примерно знаю что уже количество здравствуйте примерно уже знаю количество людей которые будут на эфире это примерно где-то около 30 человек чуть больше или чуть меньше и я так понимаю что это мои самые такие близкие последователи единомышленники поэтому я уже перестала волноваться перед прямыми перед прямыми эфирами как это было у меня поначалу потому что все абсолютно свои вот а я вижу что знакомые им имена знакомые фамилии и очень рада вас приветствовать и так да я сегодня вся в полосатом немножко конечно это не гармонично все выглядит но просто у нас уже холодно еще отопление не дали поэтому согреваемся как можем ну и не до красоты ну уж пожалуйста извините ну и надеюсь что меня хорошо слышно надеюсь что вы не дадите об этом знать и сегодня я вам хочу рассказать об этой идее которая у меня родилась сделать мини марафон три дня с бай что мне подтолкнуло к созданию этой идеи и как я себе это представляю как я это вижу немножко подробно чуть более подробно отлично что меня слышно все итак предыстория того как вообще такая идея могла прийти в голову не я конечно понимаю что я не открываю америку это не ноу-хау наверняка такие эфиры проводятся но лично мне это просто пришло вдруг с бухты барахты я подумала что у этой идеи есть несколько 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 как это правильно сказать подводок подводок то есть то что меня подвело да первое это подводка она идет из наверное из детства дело в том что я не знаю как вы мне потом напишите в комментариях мне интересно но я в детстве да и вообще и сейчас и по сей день я очень люблю подглядывать в чужие окна только не надо бросать меня в меня тапками да я люблю подсматривать но дело не в том что я хочу там увидеть что-то этакое нет меня просто интересует как живут люди чем они дышат какая у них атмосфера но это у меня было еще с детства я помню что возвращаясь вечером с катка ну уже было темно зимой уже темнеет рано да мы с подружкой шли и глазели по окнам которые еще не задернуты занавесками и смотрели а что там а что там за окнами и я помню одна картина мне очень очень сильно запомнилась там была открыта штора и была кухня и за столом сидела семья мама папа двое детей бабушка они собирались ужинать но самое прикольное было то что у них над столом висел оранжевый абажур я помню меня это так тронуло мне показалась эта обстановка какой-то сказочной вообще вот как из какого-то из мультика или из сказки из детской я вот так встала и смотрела не отрываясь на этот оранжевый абажур мне это так понравилось и перед моими глазами шторку быстренько задернули и все и на этом вот 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 я вижу что я не одинока что вы тоже любите подсматривать в чужие окна но мне кажется это нормально это обычное человеческое любопытство да это знаете похоже на что когда вот идешь зимой по какой-нибудь аллее кусты да кусты со снежными шапками и ты идешь и вот так вот каждый по каждому кусту или там по ветке бьешь рукой и снег так слетает слетает и вот так вот идешь и бьешь и с каждого кустика сшибаешь небольшую охапку и вот когда ты идешь и смотришь в окна то такое впечатление что ты как бы идешь и рукой вот так касаешься так вот мигом да мигом касаешься так вот раз раз касаешься так вот частично чьих-то жизней и это доставляет тебе какое-то удовольствие как будто бы от игры вот 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 да вот я вижу что особенно на даче да вот и я подумала что наверняка я такая не одна наверняка людям это свойственно испытывать интерес к чужим жизням и я подумала что среди моих виртуальных друзей среди моих подписчиков наверняка есть люди которым было бы очень интересно посмотреть а что же творится на моей кухне ну кухни я имею ввиду не в прямом смысле кухни а вообще вот у меня за кулицами да за моими шторами за занавесками моей жизни что у меня творится я решила что я дам такую возможность но конечно вы понимаете что смысл этого марафона не в том чтобы показывать какого цвета у меня трусы или какой формы у меня унитаз смысл в другом смысл в том чтобы за три дня показать как в простой жизни а у меня жизнь на самом деле очень простая как в простой жизни можно найти очень простые приемы для того чтобы сделать эту жизнь здоровой вот там по украински я не понимаю если можно там по русски перевод сделайте вопрос вот у меня действительно очень простая жизнь и я знаю что это привлекает ко мне моих подписчиков я не езжу в парше я никогда не буду вести репортаж из Турции или с Бали или еще там с Гоа откуда-нибудь никогда я не буду этого делать я веду репортаж из своей деревни я одеваю калоши и иду копать огород и это моя жизнь и я думаю что большинство моих подписчиц потому что конечно же это женщины в основном они именно из этой среды они из простой именно из огородов из вот этих вот из этого простого быта такого среднестатистического вы наверное заметили что в своих сторис я практически не показываю свой быт квартирный все что вы видите это вот эту ширму за моей спиной и иногда стену в голубых разводах которые на кухне но дело в том что мы живем на съемной квартире и эта квартира она далеко не супер-пупер она самая такая обычная обычная квартиренка из советских времен с самым обычным стареньким ремонтом и даже не пластиковыми окнами поэтому показывать тут в принципе нечего никаких красивых интерьеров здесь нет поэтому я не могу похвастаться тем что я что я могла бы освещать свою жизнь в этих сторис вообще по поводу сторис я хотела сказать что я залипаю иногда да на сторис некоторых моих подписок то есть у меня есть несколько подписок да и на на пару человек на сторис примерно двух человек я очень залипаю то есть если вы думаете что только вы смотрите сторис нет я тоже смотрю сторис но не все подряд а только очень интересные мне очень нравится когда сторис человек показывает свою реальную жизнь я понимаю что это реальная жизнь на самом деле сторис может быть чуть-чуть переукрашена она может быть несколько постановочной она может быть в некотором роде придуманной но это все нормально это творчество если смотреть сторис интересно то ты проникаешься к этому человеку вот простым человеческим таким участием каким-то любопытством он начинает тебе нравится все больше и больше и вот так завязывается ну любовь и дружба да виртуальная и привязанность к какому-то аккаунту поэтому я не исключаю что среди вас есть люди которые которым нравится смотреть мои сторис но к сожалению я не могу похвастаться что я ас в сторис я только-только начинаю осваивать эту науку делать сторис поэтому прошу прощения если они кажутся вам примитивными может быть безвкусными но я надеюсь что со временем у меня это будет получаться все лучше так вот по поводу по поводу сторис вообще то есть что такое сторис это жизнь так вот в этом трехдневном марафоне я хочу сделать концентрат этих сторис то есть сконцентрировать в этих трех днях вот все 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 всю полезность всю полезность из моей простой жизни которую я которую я могу поделиться с вами ну например например какие это могут быть полезности ну в первую очередь конечно же вам будет интересно наверняка все что связано с моим питанием с моей кухней и вот здесь я конечно постараюсь выложиться на все сто чтобы показать вам что на самом деле я ем с утра и до последнего приема пищи и поскольку у нас будет три дня это конечно же будут разные блюда разные из разных продуктов но не надейтесь что это будут какие-то фельдеперсовые рецепты какие-то навороченные там гастрономические дела нет я вообще не люблю сложных рецептов моя готовка максимально простая но при том что она максимально простая она все равно вкусная я думаю что это возьмут на вооружение те кто тоже не любит готовить так же как и я кто предпочитает тратить минимум времени на кухне но при этом получать пользу вот здесь я наверное смогу помочь потому что мне кажется я в этом преуспела из самых простецких блюд извлекать максимальную пользу ну это первый аспект питания второй аспект немаловажный я знаю что многие тоже этим будут интересоваться это все что касается тела какие-то физические упражнения какие-то дыхательные практики может быть еще что-то ну я тоже постараюсь здесь собрать в кучу все что я практикую еще один аспект это уход уход за собой здесь вот тоже боюсь что я вас разочарую но дело в том что мой уход он ниже минимального я как-то помню меня спросили там в комментариях это что какой косметикой вы пользуетесь я вообще не знаю какой косметика я пользуюсь я у меня косметики вообще минимум что касается декоративной я вообще не знаю мне там что-то дочка что-то советует я что-то покупаю по лица годки но я даже не смотрю кто это и что это понятия не имею какая у меня тушь какие у меня тени, чьего производства, без понятия. Это не моя тема. Что касается уходовых кремов, то вы увидите, кто пойдет на мой мини-марафон, вы увидите, что там вообще тоже никакого большого разнообразия. Но у меня есть свои, опять же, натуропатические фишки. То есть совершенно необязательно пользоваться магазинными кремами, чтобы поддерживать свою кожу хотя бы в более-менее относительном порядке для моего пенсионного возраста. Поэтому это тоже я буду вам показывать. Так, дальше. Я хочу вас немножко посвятить в свою работу, чтобы у вас сложилось впечатление, вообще из чего складывается моя работа. Не, ну я, конечно, я понимаю, что вы догадываетесь, что как проходит консультация, но есть здесь свои нюансы. И, может быть, не все догадываются, в чем сложность работы, вот такой работы с людьми, которую я веду. Вот я хотела бы вам здесь тоже кое-что показать, разъяснить. И, может быть, это будет вам полезно, но с той точки зрения, что мы все все равно контактируем с людьми. Не важно, какая у тебя работа, либо ты работаешь с людьми, либо с бумагами, либо со зверями, но все равно люди так или иначе есть, присутствуют. Поэтому вот эта вот специфика отношений с людьми. Да, я могу рассказать свои косяки, свои ошибки, которые я допускала в отношениях с клиентами, а также свои наработки и успехи, которые мне удалось наработать за это время. Вот этим тоже хочу поделиться. Ну, наверное, окуну немножко вас в свою личную жизнь. К сожалению, не смогу вам показать мою преусадебную жизнь, потому что там у меня интернет практически очень ограниченный. Там только в одном месте устойчивый интернет возле камина. А во всех остальных местах он такой плавающий, и прямой эфир провести будет невозможно. Ну, и еще есть у меня ряд задумок, таких уже мелочевочек, которые, может быть, будут интересны не всем, но кому-то точно будут интересны. Это то, что касается моей личной жизни, может быть, моих там хитростей с моим гардеробом и так далее. Но все равно упор, конечно, будет на здоровье, на оздоровление при помощи питания, то есть что я делаю с едой, какие продукты я покупаю, может быть, даже пройдемся с вами на рынок, в магазин. То есть весь марафон будет состоять из прямых эфиров. Таких, может быть, маленьких, необязательно часовых, каких-то коротеньких, но это с утра и до вечера. Все три дня будут прямые эфиры. То есть я буду жить буквально вот в Инстаграме, буду жить в прямых эфирах и показывать все, что происходит в моей жизни, и рассказывать. Самое главное – рассказывать, и объяснять, что, как, почему, и как я с этим совсем живу, и почему я именно это вам хочу показывать, а не что-то другое. Естественно, это будет на закрытом аккаунте. Естественно, все эфиры будут в записи, само собой. Поэтому разница в часовых поясах не имеет значения. Совершенно необязательно присутствовать на прямом эфире. Я понимаю, что у каждого свой график, свои дела. И, собственно, на прямой эфир это не обязательство присутствует. Поэтому просматривать эти записи можно быть в любое время, хоть вечером после работы, хоть в обеденный перерыв. Неважно. Главное, что есть запись на аккаунте, и можно их просматривать, и иметь к ним доступ, и брать себе что-то на заметку. И таким образом прожить со мной вот эти три дня, пусть виртуально, но любопытно. Я думаю, что это будет любопытно. Потому что мне хочется еще и коснуться немножко духовного аспекта, если так сказать, то есть нематериального. Все, что касается питания, физики, это все материальное. Это все, что мы делаем со своими желудками, со своим телом. А вот то, что мы делаем со своей духовностью, это же тоже очень большая составляющая нашей жизни. И я этому тоже хочу посвятить какую-то часть эфиров и коснуться некоторых тем, может быть, даже очень интимных тем, может быть, даже отношений со своим мужем. Я хочу вам рассказать историю нашего знакомства и чему меня научил этот третий брак, какие выводы я сделала. В общем, я думаю, что это будет очень-очень такой личностный между собойчик. То есть придут те, кому я действительно интересна, как человек, как специалист в своем деле, как практик, как экспериментатор, как творческий человек, может быть. Вы узнаете обо мне намного больше. Потому что мне очень жаль бывает, когда обо мне думают, что я такая какая-то там высохшая тетка, которая сидит на клизмах и салатах. Вот эта вот фраза меня все время прям приводит в бешеный восторг. Я хочу вам показать, что я не сижу на клизмах и салатах. И что моя жизнь намного более интересная, наполненная. И она близка вашей. Потому что мы все с вами женщины. У нас большинство, наверное, есть какие-то свои семьи. У кого-то дети, у кого-то внуки. У кого-то, может быть, еще нет ни семьи, но уже какие-то отношения. Поэтому это очень интересно порассуждать об отношениях между людьми. Потому что мы все о еде да о еде, о еде да о еде, о весе, о болезнях, об отношениях, когда говорить. Это вот тоже хочется отношений, духовности и какой-то открытости и откровенности. Мне бы хотелось быть максимально открытой перед той узкой группой людей, которые захотят поучаствовать со мной в этом трехдневном мини-марафоне. Будет ли он платный? Да, конечно, он будет платный. И я еще цену пока не решила окончательно, какая это будет цена. Но это будет небольшая, совсем небольшая цена. Я объявлю об этом позже. Вообще, я сейчас вот эти после эфира, наверное, пару дней возьму на составление плана. Очень подробного, детального плана. Поэтому, так что сегодня я вам просто в набросках это все рассказала, как это все будет. Но мне нужно разработать прям детальный план. И это будет пост. Под постом будет детальный план, как это все будет выглядеть. То есть, все прямо по пунктам. Что, что, да, чего я конкретно коснусь, каких аспектов, что я дам конкретно, сколько будет пользы. И я должна создать страничку презентации этого мини-марафона. Для этого потребуется, наверное, парочка дней. Поэтому вот буквально там через два дня я буду готова дать план, как я уже сказала, и готова буду дать ссылку на страничку презентации, с которой можно будет уже оставить заявку на участие в этом марафоне. Три дня он продлится. И я думаю, что сделаю я его в октябре. Но до октября осталась всего неделя. Поэтому неделю мне на подготовку. И в октябре точно числа пока не знаю. Но думаю, что где-нибудь это будет в первой половине октября. Вот такие у меня планы по моему мини-марафону. Если у вас есть сейчас ко мне какие-то пожелания, то, что вы хотели бы увидеть, услышать в этом мероприятии, или вопросы, неважно по какой теме, потому что у нас сегодня такая с вами свободная тема, можно сказать, личная, я готова вам ответить. У нас еще есть достаточно времени в прямом эфире. Вы можете задавать свои вопросы или что-то писать, какие-то пожелания. и я с удовольствием все это сейчас почитаю и отвечу. Если они будут. Жду ваши вопросы. Вопросов, похоже, сегодня нет. Ну, что ж, значит, тогда я буду сама думать над тем, что может быть вам интересно в этом марафоне. Возможно, вы еще вы еще мне напишите, подумайте как следует, и напишите, что вам было бы интересно увидеть в этом трехдневном марафоне. Вае, спасибо за большое за ваш труд. Пожалуйста, я очень рада, что от меня есть реально какая-то польза. Лена, про духовный аспект интересно будет. Да, Лена, я это тоже, я тоже так думаю, и это обязательно будет. Да, пожалуйста, вот я вижу, что у кого-то там вопрос созрел, и, пожалуйста, я готова ответить. Запись этого эфира будет, как всегда, в Инстаграме, конечно же, и в других социальных сетях. Я обычно выкладываю в тот же вечер на Ютубе в четверг. На Ютубе у меня по понедельникам и четвергам выходит видео, поэтому на Ютубе в четверг. Так, ну, у кого там вопрос, пишите свой вопрос, а то люди ждут. ну, вот о духовном аспекте, да, я понимаю, что это такая довольно размытая широкая фраза про духовный аспект, поэтому, Лена, если есть какие-то конкретные пожелания, то буду рада принять это прямо в директ. Так, еще про то, как вы автономию сохраняете в семье, идете своим путем, даже если это не, ну, поняла смысл. Да, это очень важная, важная тема, даже если это не совпадает с желаниями и интересами других. Да, это интересная тема, я тут тоже нарубила дров в начале и наделала своих ошибок, ну, слава Богу, мне хватило разума преодолеть эту проблему и справиться вот с этим раздраем, но я расскажу об этом, да, расскажу об этом обязательно на моем мини-марафоне, потому что эта тема, она вообще касается всех, кто встает на путь оздоровления с помощью натуропатических методов, то есть нетрадиционных методов. Это сплошь и рядом проблемы, близкие не понимают, семья не поддерживает это сплошь и рядом, и очень редко бывает так, чтобы человек находил в семье поддержку. Ваше отношение к спиритуальности и какая ваша опора? Интересно, очень интересно. Да, я чувствую у нас прямо три дня будут просто наполнены какими-то бомбическими темами, которые, наверное, зайдут хорошо каждому. Так, я проходила у вас курс год назад, все отлично, вспоминаю вас с большой благодарностью и симпатией. Люба, ой, Люба Мизгин, боже мой, Люба, как я рада вас видеть. Ой, от вас так давно не было вестей. Напишите мне, пожалуйста, в директ, как у вас дела. Я буду очень рада вас услышать. Так, добрый день. Сегодня ходила к гинекологу, нашли полип, посылают на операцию выскабливать матку. Напугана. Можно ли обойтись без хирургии? Не знаю, в тему ли я попала, задавая этот вопрос. Я могу только высказать свое мнение. Вы знаете, на сегодняшний день, то есть давайте не будем вот этими, так сказать, хаятелями медицины, потому что медицина на сегодняшний день, она все равно играет свою определенную роль, и очень часто эта роль бывает весьма положительной. Особенно, когда дело касается хирургических вмешательств, скорой помощи, травматологии, каких-то сердечных дел, спасения. Поэтому не всегда нужно игнорировать медицину. Если на сегодняшний день все эти операции, и гинекологические в частности, по-моему, уже научились делать довольно щадящим образом, и я не думаю, что это какая-то из ряда вон выходящая операция, по-моему, это рядовая операция, насколько я понимаю. И если врач говорит, что в целях безопасности лучше сделать это, я бы, наверное, сделала операцию, но при этом нужно, наверное, себе сделать еще и тут пометочку, что а какова причина, а почему он образовался. Ведь он образовался не в один день, скорее всего, это, видимо, проблема несколько, долгого времени, то есть сначала создавалась почва для этого, какая-то причина, совершенно очевидно, что это общее загрязнение организма, а потом это перешло в образование какой-то тканей, новой ткани, нового образования чего-то, того, чего не должно быть в нашем теле. То есть просто так ничего на одном месте не возникает. Соответственно, нужно пересмотреть свою жизнь, образ жизни, что у вас не так, что у вас неправильно с питанием или еще что-то, может быть, какая-то психологическая составляющая. Это очень большая тема, но я бы не стала прямо уж так игнорировать медицину. да, Люба, я буду очень рада, чтобы вы мне написали. Я, кстати, вас недавно вспоминала, думаю, что-то Люба давно мне не пишет и подумала, может быть, что-то не так, что-то, может быть, идет не так, как хотелось бы, но раз все хорошо, то буду рада. Так, Бая, здравствуйте, может ответить мне на вопрос, пью белую глину, сильнейшие запоры, пью неделю, что мне делать? Спасибо за ваш труд. Значит, нужно, во-первых, выяснить, пьете ли вы достаточно воды? Это первый вопрос. Второй вопрос, были ли запоры раньше, да, или это только сейчас? И третий вопрос, что вы едите? Вот только узнав ответы на эти вопросы, я смогу ответить. У нас сегодня с вами куча времени в запасе, то есть эфир рассчитан на час, но я говорила всего лишь полчаса, поэтому полчаса еще в запасе. Вы можете совершенно спокойно задавать свои вопросы, пока у вас есть такая возможность, на любые вообще темы, на любые. Раз уж вы зашли на мой эфир, значит, что-то вам интересно на моем аккаунте, какие-то у вас есть наверняка так, я на УГ готовлю сок из помидора, сижу через сито и марлю, но мякоть все равно есть. Такой сок можно пить. Ну, если вы на УГ, то мякоть, конечно, нельзя, потому что она провоцирует пищеварение, то есть захочется есть, начнется самостоятельный стул, ну, то есть, как бы вы себя спровоцируете на то, что запустится пищеварение. Но, с другой стороны, отсадить сок от помидора крайне трудное занятие, да, я тоже, помню, пробовала, но это очень долго, это так тягомотно и проблемно, что действительно, наверное, плюнешь на все и выпьешь с мякотью. Ну, смотрите, если вы выпьете сок с частичками мякоти, страшного, конечно, ничего не произойдет, то есть, вы не отравитесь, вы не заболеете и не умрете, конечно же, просто, может быть, выделиться больше желудочного сока, чем положено, и он начнет раздражать желудок и захочется просто есть, ну, и может появиться стул, а так больше ничего страшного не случится. Ну, кстати, между прочим, на УГ даже от процеженных соков очень часто запускается стул, ну, правда, такой он, как бы, однократный, кратковременный, даже это бывает, а уж про мякоть я вообще молчу, то есть, это практически сразу запуск стула. Так, еще какие вопросы будут? Вообще, на УГ на УГ лучше, конечно, пить соки, такие, которые без проблем выжимаются, вот, и помидоры лучше оставить на выход, когда уже можно, будет с мякотью. Осветите тему БАДов, стоит ли их применять, если уже год перехожу на полезное питание и делаю чистки раз в квартал. В общем, так, по поводу БАДов, ой, я не знаю, можете считать меня каким-нибудь темным лесом, темным лесом отсталым, но я все-таки по-прежнему стою на своем, что основное, основное, вернее так, основное наше здоровье, оно все-таки кроется в правильной организации питания. Это основное. А БАД это всего лишь маленькая добавочка, она так и называется, добавка к пище, которая может что-то усовершенствовать, улучшить, но она не является решающим звеном в выздоровлении человека. Я понимаю, что есть случаи, когда добавление БАДов значительно улучшает состояние, но дело в том, что БАДы это долгая история. То есть если вы пропили по курс БАДов вам стало лучше и потом вы перестаете их принимать и вы снова чувствуете, что чего-то не хватает, таким образом вы должны понимать, что БАДы это то, что должно зайти в вашу жизнь навсегда. То есть возможно вы будете принимать их постоянно, возможно вы будете принимать их циклично, то есть какими-то курсами, но видимо они вам нужны, раз вам с ними хорошо. БАДы чтобы пить БАДы надо, чтобы их рекомендовал очень грамотный специалист по БАДам. Я не уверена, что у нас много таких специалистов. Нет, у нас много выдающих себя за специалистов. То есть любой представитель сетевой какой-нибудь компании, сетевой индустрии, которая занимается продажей БАДов, он будет выдавать себя за очень грамотную подкованную специалиста. просто я сама когда-то пыталась заниматься сетевым маркетингом именно по БАДам, но я это очень быстро забросила. Поэтому нужно, если уж заниматься БАДами, то заниматься именно нужно глубоко и серьезно. И не так, чтобы это было сбок до барахты. Ой, а может мне это попить, а может мне это попить, потому что там тоже существует определенная совместимость, определенные порядки, методики и правила их приема. Я лично не занимаюсь БАДами, не изучаю, не принимаю и считаю, что в принципе можно построить здоровую жизнь и без БАДов. И БАДов бом я все время куда-то промахиваюсь как это делать не знаю как молодежь уловка работать с телефонами наши пальчики совсем к этому привычку ну где там блин где там вопрос были же вопрос блин не могу никакой боя не нервничай спокойно так здравствуйте я не умею работать с компом здравствуйте а я не умею работать с телефоном вот блин но очень хочется оздоровительного похудения не знаю как с вами связаться ага так тогда вариант такой наверняка у вас есть телефон которому наверняка вы умеете работать с ватсап наверняка у вас есть ватсап на телефоне тогда вам нужно так 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 как 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 же у него ну тогда если вы сейчас меня слышите то запишите мой номер телефона 8 900 603 40 09 можете меня внести в контакт и напишите мне либо смс либо на ватсап и мы с вами тогда уже дальше обсудим как нам дальше быть хорошо 8 900 603 40 09 2 день на сыроедение надоели запоры и тяжесть ничего пока не изменилось вот очень частая картинка когда человек на сыроедение испытывает запоры и тяжесть и как не это как не удивительно как не парадоксально но очень часто помогает решить проблему введение одного приема в день вареной пищи может быть овощной суп может быть это какие-нибудь тушеные овощи запеченные овощи и обязательно жир какой-нибудь жир либо растительное масло либо сливочное масло может быть семя льна размолоты который превращается в такой жирный жирную киселистую массу вот это вот может помочь с запорами вот я правда ну как бы не совсем понимаю смысл сыроедения то есть что это это выход из углы или это просто сыроедение но вот имейте ввиду что может быть нужно больше пить горячей воды вот либо действительно немножко ввести вот либо лен либо что-то такое разваристое овощное чтобы в кишечнику это было легче протолкнуть а если вы просто на выходе из углы второй день да просто слабительная или клизму вот и все 21 день на угэ спокойно выдержала второй раз и каждый раз выхожу неправильно начинаю есть помимо овощей то что просит организм мясо яйца как бы ни настраивалась устоять не могу но здесь тоже вопрос такой долгий здесь надо разбираться какая была подготовка если вы вошли в голод без подготовки то есть прям на мясе и на яйца да прям сразу вошли в голод туда тело будет их просить если же была подготовка течение месяца без животного белка ну вернее с минимум животного белка и сразу с разгрузочными днями то тогда проще вот поэтому здесь нужно просто подойти немножко более осознанно и дисциплинированно к этому вот но даже если вы вводите сразу мясо и яйца но я надеюсь что хоть не в первый день вот то вводить тоже нужно дозированно то есть без фанатизма да какими щадящими там порциями и в очень хорошо приготовленном виде то есть перемен в виде фарша там например мясо да как нибудь там в супе или что то такое то есть тоже как бы не надо здесь переусердствовать чтобы не нагружать вашу пищеварительную систему вот такой тяжелой миссии после того как она течение трех недель испытывала отсутствия еды и голод и потом сразу бабах мясо надо ко всему разумно подходить так ну вот по моему все вопросы да на сегодня если вопросов больше нет кстати ага да дисциплина нужно ну да конечно она нужна она везде нужна дисциплина нужна везде не только в условном голодании а вообще просто в жизни просто дисциплины можно добиться намного больше успехов нежели без дисциплины ну об этом я думаю мы тоже поговорим на моем трехдневном марафоне и так дать через ну в ближайшие вот два дня будет пост более с более конкретной информации и со стоимостью по участию в этом марафоне и со ссылочкой на страничку презентации всем хорошего вечера спасибо что вы сегодня были со мной до следующей среды всего доброго